Уральский аэропорт вновь начал принимать лайнеры большой вместимости. Напомню, в 2011 году авиакомпания «Эрастана» отменила регулярные рейсы Алматы-Уральска и Астана-Уральск из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы международного аэропорта. Полеты осуществлялись лишь на Фокерах с пересадкой в Этрау. В сентябре прошлого года началась реконструкция полосы. На эти работы из госбюджета направили более 6 миллиардов тенге. В ноябре рейсы были возобновлены, а после почти четырехлетнего перерыва здесь совершил посадку самолет «Эмбраер-190» вместимостью 98 человек. Сегодня с состоянием взлетной полосы ознакомился заместитель председателя комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Серик Мухтыбаев. По его словам, также в этом году собственник аэропорта планирует начать ремонт рулежных дорожек, терминала и перрона. В перспективе, как компания «Бэкэйр» и «Эрастана» планируют открыть и международную воздушные сообщения с этой полосы. Вот тот вопрос, который постоянно будируется, значит, касательно покрытия полосы, вы сейчас на нем стоите, вы можете пощупать, это бетон. Во всем мире практикуется использование бетонов, по каким, это характеристики, по частности, характеристики очень хорошие, по температурным режимам и, естественно, долговечность. То есть эта полоса может эксплуатироваться в течение 15-20 лет. Второй этап, значит, под собой подразумевает удлинение существующей взлетно-посадочной полосы еще на 400 метров и уширение ее до 45 метров. Это будет бетонная полоса. И плюс еще дополнительно будут с каждой стороны боковые полосы безопасности по 7,5 метров.